Доказательство Сегодня мы говорим не об обычной книге. Это слово жизни. Это слово Бога. Мы находимся в его присутствии. Способность Духа Святого вдохновлять. Слава Богу, что люди в Вашингтоне любят подниматься рано утром. Так происходит не во всей стране, поверьте мне. В Вашингтоне ранний подъем, видимо, в порядке вещей, и я благодарен за это. Сегодня мы переходим к способности Духа Святого вдохновить любовью. Я уже слышу Ваши аминь. Это хорошее начало. Откройте свои Библии на послании к Ефесянам 3 главе, чтобы прочесть наш отрывок Писания. Ефесянам 3,16 Додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Об этом мы говорили вчера, как вы помните, затрагивая облегчение в ум Христов. Когда Иисус вселяется в вашего внутреннего человека. Другими словами, верою вселится Христу в сердца ваши. И когда Иисус вселяется в ваше сердце, верою, что происходит? Вы становитесь укорененными и утвержденными в любви. Разве это не великолепно? Вы укореняетесь и утверждаетесь в любви, и можете постигнуть со всеми святыми широту, долготу, глубину и высоту любви Божьей. И уразуметь происходящее разумение в любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Можете ли вы поверить в то, что Павел на самом деле написал эти слова? Какое количество себя самого Бог дарует нам? Полноту Божью, всего себя. Он становится доступным нам посредством Иисуса Христа в нас. И все это описывается терминами высоты, широты, долготы и глубины Его любви. Порой я думаю, что любви Божьей мне недостаточно. Затем Бог открывает мои глаза, и я вижу под своим представлением о Его любви еще нечто более глубокое и высокое в Его неописуемой способности любить. Бог открывает себя, и я изумляюсь. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или чем помышляем, тому слава. Мы переходим к теме прославлений, и кто же в этом тексте прославляется? Весь Освятилище говорит о людях, которые возвращаются к оправданию каждое утро и каждый день, имеют опыт освящения для того, чтобы прославить Бога в своей жизни. В этом и заключается цель процесса искупления. «Все это совершается не для того, чтобы я попал на небеса, а для того, чтобы сам Бог был прославлен и оправдан». Разве это не изумительно? Данная глава очень важна. Бог собирается прославиться в... Что там написано? В церкви. Как вам это нравится? Бог собирается прославиться в церкви. Для этого Он и создал церковь на всей земле и в вашем районе. Цель заключается не в том, чтобы доказать, что наши доктрины лучшие, и что наш образ жизни помогает прожить на несколько лет дольше при всей ценности всего этого. Целью существования церкви в вашем районе является прославление Бога. И этой цели можно достичь только с помощью любящих и любимых христиан. Вот как мы прославляем Бога. Наверное, мне нужно после этих слов сесть рядом с вами, потому что этим все сказано, не так ли? Это истина самообличающая, которую можно когда-либо слышать. Бог собирается прославиться в Своей церкви. Иисус говорил об этом много. Я все еще потрастен глубиной наставлений Иисуса. Я провел много лет в исследовании вестей апостола Павла, и Бог наконец открыл мои глаза на величие наставлений Иисуса. Насколько же они глубоки. Откройте вместе со мной Нагорную проповедь, потому что вся она о любви. Учение Иисуса о любви просто потрясает меня. Евангелие от Матфея, 5 глава. Иисус говорил о любви в самой неподходящей для этого обстановке. Он начинает говорить о десяти заповедях, и какую же заповедь Он упоминает, чтобы учить о любви. Эта заповедь была бы последней, которую бы я избрал в беседе на эту тему. Эта заповедь была также одной из тех, которую я по своему ошибочному мнению еще не нарушал. О, как мы умеем обманывать себя. Какую заповедь Иисус избрал? «Не убивай». Если вы беседуете о любви, неужели вы будете начинать свою беседу с заповедей «Не убивай»? Будет ли это заповедь с самым эффективным фоном и почвой для беседы, раскрывающей понимание Божьей любви? «Не убивай». Приготовьтесь к открытию, которое, возможно, вы еще не знали. Это открытие уникально. Иисус начинает свою беседу с заповедей «Не убивай». Изгляните на хорошо знакомый нам 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушать пришел я, но...» «Исполнить». Греческое слово «исполнить» получается, когда вы меняете местами две половины другого слова. Если вы желаете понять слово «исполнить», вам нужно обратить внимание на слово «наполнить» или фразу «наполнить» смыслом. Вот что значит это слово. Иисус говорит нам «Я пришел наполнить закон, сделать его полным смыслом». И в этом заключается изумительное значение заповеди «Не убивай». Мне нравится эта истина. Она проста и в то же время глубока. Взгляните на 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Книжники и фарисеи знали закон. Они даже имели множество различных дополнений к нему и всевозможных постановлений. Они составили более 600 правил и постановлений, связанных только с соблюдением субботы. Затем они придумали способы их обойти. Вы только подумайте, 600 постановлений относительно одной заповеди о соблюдении субботы. Они превратили закон в величайшее бремя. Иисус же пришел научить нас Его истинному значению, исполнить Его смыслом. И Он сделал это. Для этого Он избрал две заповеди. Одна из них «Не убивай», а вторая «Не прелюбодействуй». Обе эти заповеди оказались настолько глубокими, что это поражает воображение. Заповедь «Не убивай». Давайте взглянем на то, что Иисус о ней говорит. Стих 21. Вы слышали, что сказано древним «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, пытается ли Иисус нам что-то сказать? Вспомните о том, что Иисус сам является подателем этого закона, или законодателем. А я говорю вам. Книжники и фарисеи просто ужаснулись от этих слов. Так говорит закон, а так говорю я. Иисус на горной проповеди говорит о себе, как о великом «Я есмь» Ветхого Завета. Он и есть тот «Я есмь». Он и представляет собой эту власть. Он не только дал закон, но и является самым высшим авторитетом, способным столковать его глубину. Книжники сделали закон тяжким игом. Но я говорю вам, сказал Иисус. И мы продолжим исследование, перейдя к 22 стиху. Этот текст весьма интересен, потому что в нем мы имеем три уровня. Три уровня. Во-первых, если вы гневаетесь, то вы достойны суда. Между прочим, это же слово означает «гражданский суд». Когда у нас проблема с соседом, мы можем обратиться в гражданский суд. Это распространенное слово означает «такой суд в еврейском обществе». Это и есть первый уровень. Гнев. Интересно то, что в этой беседе о заповеди «Не убивай» Иисус не упоминает одного физического убийства. Разве это не интересно? Ни одного раза не упоминается физический акт убийства. Нет даже намека. Вот почему я обманывал себя, говоря, что эта заповедь является единственной заповедью, которую я никогда не нарушал. Но я думал так потому, что не понимал ее глубины. Итак, первый уровень нам ясен. Если вы гневаетесь на своего брата, то вы подлежите суду. В нашем обществе эти вещи понятны, потому что наше общество является правовым обществом. Люди с удовольствием пользуются шансом подать друг на друга в суд. Взгляните на второй уровень. Стих 22. Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону? Или другим словом? Церковному совету. Этот суд можно также назвать Верховным судом. Этот суд в еврейском обществе был высочайшей инстанцией. Он был похож на наш Верховный суд. Последней инстанцией в иудаизме был Синедрион. Между прочим, чтобы быть членом Синедриона, вы должны были быть женатым. На основании этого мы знаем, что апостол Павел был женат. Мы не знаем, что случилось с его браком позже, но мы знаем, что он был членом Синедриона, а значит, был женат. Это, однако, другая тема. Мы рассматриваем второй уровень. У кого есть ссылка с объяснением слова «рака»? Кто скажет брату своему «рака» и ваш перевод гласит «пустой человек»? Может, кто-то имеет другой перевод для этого слова? Мужчина с хорошим голосом сегодня снова с нами. Слава Господу! Идиот! Написано на полях его Библии. Идиот – это не самое сильное оскорбление, которое мы можем кому-то нанести. Есть еще один перевод этого слова, который должен быть назван среди нас. Пожалуйста, негодяй! Вы можете видеть, что это слово не самое грубое слово, которое люди могут употребить. Мы видим, что второй уровень немного развивает и углубляет первый уровень. Описывая состояние. Когда ваш гнев побуждает вас использовать соответствующие слова. Ты ненормальный. Ты идиот. Ты негодяй. Пожалуйста, не опережайте меня. Вы пытаетесь впередить меня. Мы должны сейчас прочувствовать всю силу этого слова. Итак, мы прочли о двух случаях, описанных Иисусом, но третий уровень достоин особого внимания. Будьте также готовы к тому, что вы можете встретить интересное слово на полях. Итак, третий уровень. Кто скажет безумный, «Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». И тут же мы начинаем понимать, что существует граница между первыми двумя уровнями и третьим уровнем. Первые два уровня гнева делают вас виновником человеческого суда. А третий уровень гнева делает вас виновником божественного суда. Подлежит гиене огненной. Иисус сделал огромный прыжок. Он перечислил два греха, которые делают вас виновником человеческого суда. Если вы были в суде, вы это испытали. Но существует также и третий уровень. Если вы называете кого-то безумным, и мы спросим о других словах, которые могут встретиться на полях ваших Библий, здесь употребляется греческое слово «морон». В английском языке есть точно такое же слово, обозначающее кретин. Если вы употребляете слово «кретин», называя кого-то этим словом, то вы тем самым говорите о душевной и умственной неполноценности этого человека. Мы можем говорить об ограниченности человека, даже рассматривая вопросы служения Богу. Слово «кретин» будет сильно ограничивать человека в ваших глазах. Иисус весьма разборчив в своих словах. Разве это не изумительно? В нашем языке мы можем потерять это разбиение слов на разные категории тяжести его наставления, говоря слова «идиот» и «кретин». Но это последнее слово «морон» имеет в себе серьезный смысл и тяжесть. Это стало корнем для английского слова «кретин». Но когда вы называете кого-то кретином, вы становитесь достойным адского огня. Усваивается ли эта информация сейчас? Работает ли это весь в вашем сердце? Я надеюсь, что эта истина совершает свою работу. Иисус говорит о ясном различии между первыми двумя категориями гнева и третьим его видом. И затем Иисус иллюстрирует эту историю. Он рассказывает небольшую историю. Иисус умеет рассказать истории, как вы все знаете. Он рассказывает краткую историю, чтобы проиллюстрировать это наставление. Я только спустя время понял, что эта история связана с третьей категорией гнева, а не с первыми двумя. Они все имеют определенную степень тяжести, но именно третий уровень гнева угрожает в обладателю огнем ада. Он имеет очень серьезные последствия, если вы даете кому-то такую характеристику. Итак, Иисус, раскрывая свою историю, иллюстрирует третью и самую серьезную категорию гнева. Мы читаем эту историю в двадцать третьем стихе. Я всегда восхищаюсь словами союзами в Библии. Как начинается двадцать третий текст? Мой перевод имеет два слова. Поэтому, если. Слово «поэтому» связывает последующую историю с третьим уровнем гнева, когда кто-то называется кретином. Запомните это. Иисус только что говорил об этом грехе и об опасности адского огня, и сразу же говорит «поэтому если». Это значит, что сейчас Иисус будет иллюстрировать свое третье высказывание о гневе. Мне потребовалось двадцать пять лет, чтобы это увидеть. Вам же после вчерашней встречи возможно удастся увидеть это сегодня в течение нескольких минут. «Поэтому если». За этими словами следует неожиданное высказывание. «Поэтому если» «ты пронесешь дар твой к жертвеннику» «и там вспомнишь» «вспомнишь не то, что ты имеешь против твоего брата», «а вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя». Чему это Иисус говорит такие слова? Он все еще иллюстрирует данный третий случай. В своей истории он говорит, что «если вы принесете к Богу свое приношение, что говорит о действенном поклонении, и вы вспоминаете, но вспоминаете не о том, что вы должны что-то уладить в отношениях с людьми, но вспоминаете то, что ваш брат имеет что-нибудь против вас». Это очень неожиданно и интересно. Что же вам следует делать? Вам следует оставить ваше приношение там пред жертвенникам. Давайте зачитаем дословно. «Оставь там дар твой пред жертвенникам, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот как Иисус иллюстрирует третий принцип. И, между прочим, все это имеет отношение к заповеди «не убивай». Также эта история иллюстрирует, как вы верно подметили великий принцип любви. Когда вы приносите Богу свои дары, и вы знаете, что ваш брат имеет нечто против вас, оставьте ваш дар там же, то есть прекратите свое поклонение Богу и отправляетесь на розыске этого брата. Многие люди говорят постоянно, «Я не начинал этого!» Но они нуждаются в напоминании о том, что совсем не важно, кто начал ваш конфликт. Это не имеет никакого значения. Иисус пытается показать и преподать глубокий урок. Ваш ум сейчас должен в первую очередь задаваться вопросом, «Какое это имеет отношение к заповеди «не убивай»?» А также вопросом, «Как эта история объясняет третий уровень греха?» Мы имеем связь между этими вещами. Видите ли, Иисус – очень искусный учитель. В первую очередь, Он ведет нас к углубленному пониманию заповеди «не убивай», а затем к третьему уровню гнева, показывая взаимосвязь между ними. А сейчас Он говорит, «Если ты вспомнишь, что твой брат или сестра имеет что-либо против тебя, вы, возможно, ничего не сделали плохого, чтобы спровоцировать конфликт, но вы знаете, что ваш брат или сестра по какой-то причине, неважно какой, имеет что-либо против вас. В данном случае, вашим библейским долгом и ответственностью является обязанность пойти к этому человеку и взыскать чего? Кое слово там употребляется? «Примирение». «Взыскать примирение». «И после того, как примирение достигнуто, прийти и принести свой дар Богу». Иисус соединяет эти понятия. Взгляните на то, что Он сделал. Заповедь «Не убивайся» связана с попыткой назвать кого-то кретином, подвергнувшись таким образом опасности адского огня. что невероятным образом иллюстрируя историю о воспоминаниях, когда вы вспоминаете кого-то, кто имеет что-либо против вас. мне потребовалось 25 лет, чтобы видеть связь между этими тремя мыслями. Может, кто-то уже увидел эту связь, спустя несколько минут или даже секунд? Три принципа, связанные вместе. Три принципа, связанные вместе. Не убивай. Не называй никого безумным. И вспомни, если твой брат имеет что-либо против тебя. Что делают эти принципы такими прикладными? Что мы делаем, когда знаем, что кто-то имеет что-либо против нас? Я знаю, насколько легко оправдывать и объяснять свое поведение. Я знаю, как легко говорить, что мы не начинали конфликт и не разжигали его. Я сам был в такой ситуации. Я никак не содействовал усугублению отношений, поэтому чувствовал себя совершенно праведным. Не знаю, имели ли вы врагов, но я имел врага в высших кругах нашей церкви в Вашингтоне 25 лет. Я не знаю, почему он проводил всю свою жизнь и служение, критикуя меня. Я слышал все эти новости о себе по всему миру. Я приезжал к нему три раза с вопросом, в чем проблема? Мы никогда не имели конфликтов. Определенные разногласия у нас, конечно же, были в вопросах, поднимаемых на генеральной конференции, но личных конфликтов с этим человеком у меня не было. Несмотря на это, он распространял негативную информацию обо мне по всему миру. И Бог сказал мне, «Никогда не отвечай и не защищайся. Никогда». И 25 лет я держал язык за зубами. Это почти убивало меня, потому что я был сильно разгневан на этого человека. Я хотел поскорее расправиться с ним. Ведь я посещал его три раза и умолял сказать мне, «В чем проблема?» Если я что-то сделал, я сожалею и готов уладить проблемы. Но на эти вопросы не было никакого ответа. А он лгал мне. Я не имел информации. И вы знаете, поскольку я не отвечал в течение 25 лет на этот негатив, то я чувствовал себя правым. Ведь я не усуглюблял это положение никаким образом, в отличие от другой стороны. Я никогда не уступал искушению сообщать что-то негативное об этом человеке. И слава Богу за это. Но я обманывал себя самого, думая, что я нахожусь в гармонии с заповедью «Не убивай». И вот, однажды мне стало совершенно понятным значение этой заповеди. Дело в том, что нам нужно идти к человеку, имеющему что-то против нас, не для того, чтобы удовлетворить себя самого, чувствовать себя, исполнившим долг. А потому что есть только одно средство для того, чтобы исполнить закон. Любовь есть исполнение закона. Разве это не изумительно? В этом и смысл любви божественного образца. Вы знаете, что Бог сказал мне, когда я, в конце концов, увидел эту истину? Ты прожил 25 лет, и ни разу не высказался об этом человеке негативным образом. Поздравляю. Это похвально. Бог погладил меня по голове со словами «Хорошо, добрый и верный раб». Но когда я узнал об этих истинах, вы знаете, что он мне сказал? Неужели ты и вправду думаешь, что ты исполнил эту заповедь? Неужели ты думаешь, что достаточно провести 25 лет жизни, не отвечая на зло, которое кто-то проявляет по отношению к тебе? Любовь активна. Ты можешь сидеть тихонько, ничего не делать, успокаиваясь в себе мыслью о том, что ты находишься в гармонии с Божьей заповедью, но это не так. Тебе надлежит быть активным, проявляя любовь к своему врагу. Ведь он имеет нечто против тебя, и даже если ты уже был у него три раза, иди снова. В Северной Калифорнии есть община, в которой я проводил несколько семинаров. У меня очень близкие друзья в этой церкви. Когда мы проводим там семинары, я останавливаюсь в них. Они устраивают праздничный ужин каждую субботу вечером ради меня, радуют, что я с ними. Они пригласили как-то дюжину людей из церкви. Одна из этих друзей любит накрывать хороший стол, используя лучшую посуду, которая есть. Я сам люблю хорошо накрытый стол, и она об этом знает. Поэтому она достает всякую красивую посуду и ставит ее на стол с различной вкусной едой и свечами. Вид этого стола просто великолепен. И я люблю это. Это все в мою честь, что вызывает у меня благоговение каждый раз, когда я приезжаю туда. Однажды я приехал в эту общину с семинаром, и эта девушка сказала мне, «Сегодня мы будем устраивать праздничный ужин». Я сказал, «Хорошо». «И этот ужин снова будет вашей честь». Я сказал, «Хорошо, я буду там». В ту субботу я был очень занят служением в этой церкви, поэтому только в 8 часов вечера я наконец-то освободился. Да и дома можно добраться за 5 минут, но я все равно опаздывал. Эта девушка сказала мне утром, «Сегодня вечером мы имеем для вас большой сюрприз». Очень большой сюрприз. Мы имеем особенного гостя. Он работник штаб-квартиры нашей церкви в Вашингтоне. И этот гость отвечает за те же дивизионы, что и вы. «Великолепно», — ответил я, «потому что я люблю встречаться с служителями своей области». «Вчера я встретил девушку в магазине, и она спросила, «Откуда вы?» Я снизу, — ответил я. Она посмотрела вниз, надеясь что-то видеть подо мной. Я сказал, «Я приехал с юга, с дальнего юга». Она спросила, «С Калифорнии?» «Нет, я сказал, «Я имею в виду, что я приехал с дальнего юга, и это в мировом масштабе». Она меня спрашивает, «Антарктида?» Я сказал, «Нет, я из страны, в которой водится кенгуру». Она сказала, «Не знаю, что и думать». Мне пришлось рассказать ей, откуда я. А затем я спросил, «Неужели вы никогда не думали, что Австралия водится кенгуру?» Она сказала, «Нет, никогда». Эта встреча для меня была интересная. Итак, в тот вечер я приехал на ужин в 8 часов вечера. И при этом я надеялся на скорую, встречусь с этим загадочным гостем. Я зашел, и увидел все тот же прекрасно накрытый стол с вкусными и красивыми блюдами. Эта женщина прекрасно готовит. Я сел с одной стороны стола, а с другой стороны стола я увидел неожиданного и таинственного гостя. Огадайте, кого я видел там, когда взглянул в ту сторону? Я увидел своего публичного врага номер один. Я чуть не засмеялся, потому что мои друзья не имели малейшего представления об истории наших отношений. Мы, однако, не подали вида, пожали руки и поприветствовали друг друга. Я сел с одного края стола, а он с другого. Он начал накладывать себе еду, отпуская дежурные фразы. Бог даровал мне благодать вести себя сдержанно и учтиво. Посредине ужина сейчас самое непредвиденное. Этот таинственный гость, церковный лидер мирового уровня, стал плакать прямо за столом. Это шокировало всех моих близких друзей, которые сидели за столом. Я не знал, что делать. Церковный лидер мирового уровня начинает плакать за праздничным столом. И никто не знает, почему. Я был единственным человеком, который имел хоть какую-то информацию о том, по какой причине этот человек мог плакать. Я знал, что он только что пережил очень болезненный развод и трагический разрыв отношений. Я слышал обо всем этом. Я знал, что в его жизни наступили тяжелые времена. Я об этом знал. Но я стойко сидел на своем месте. Все сидящие за столом смотрели на меня, ожидая моих действий, потому что я знал его. Но я сидел, приклеившись к своему стулу. И тогда Дух Святой постучался в мое сердце. Я ответил, никого нет дома. Я знал, что Бог собирается сказать мне, а я не хотел этого слышать. И тогда Бог говорит, прекрати шутить со мной. Этот человек переживает сильную боль. Да, это верно, ответил я ему. Он не плакал бы за праздничным столом при людях, которых он даже не знает, если бы не переживал сильную боль. Ты знаешь, я хотел бы послужить ему, сказал Бог. Тебе и карты в руки, ответил я. Мы все время беседуем с Богом таким образом. Ты знаешь, мне все еще нужны инструменты в виде людей, говорит он. Я заметил это, сказал я. Но за этим столом сидит 12 человек. Бог сказал, но только ты знаешь этого человека, не правда ли? Да, я его знаю. Мы знакомы целую вечность. Возможно, это для тебя новость, но я избираю тебя, говорит Бог. Большое спасибо, ответил я. И продолжал упрямо сидеть на своем месте. Встань со своего стула, пойди и послужи этому человеку, говорит Бог. Если вы помните, в то время я находился в состоянии сообмана. Я 25 лет убеждал себя в том, что я не нарушал заповедь, не убивай. Я успокаивал себя тем, что я никогда не отвечал злом на зло. Но Бог собирался показать мне, что этого недостаточно. Недостаточно говорить, я никогда не отвечал злом на зло. Одно дело не отвечать, а другое дело проявлять активную любовь со своей стороны, идя навстречу тому, кто имеет что-либо против тебя. Я должен был усвоить этот рот. Поэтому Бог говорит, вставай. Я говорю, не могу. Бог говорит, тебе помочь? Я взял себя в руки и попытался поднять себя со стула. Все смотрят на меня, не зная, что со мной происходит, теряясь в догадках. Все это происходит прямо в разгар праздничного ужина. Я с трудом встал со стула, подошел к этому человеку и положил свои руки к нему на плечи. Он плакал, как ребенок. Я наклонился к нему, узная, что не испугая его, и прошептал ему на ухо, Бог только что говорил со мной. Он попросил меня подойти к тебе и помолиться о тебе прямо сейчас. Надеюсь, что ты не против. У меня было такое чувство, что он не захочет слышать мою молитву за него. Он посмотрел на меня заплаканными глазами и сказал, «Пожалуйста, помолись». Я переживаю сильную боль. Я обнял своего врага, которому не отвечал злом на зло в течение 25 лет, думая, убеждая себя в том, что я был в гармонии с заповедью «Не убивай!» И Бог даровал мне самую искреннюю молитву. Я не имею того дара молитвы, который имеют некоторые люди. Но когда я нуждаюсь в нем, Бог всегда дарует мне живую молитву. Испытывали ли вы такое? Это поразительно. На этот раз Бог также даровал мне самую прекрасную молитву за моего врага. Я мог чувствовать, как Он укрепляется в духе во время этой молитвы. Наконец молитва закончилась. Он вытер глаза, встал, и мы обнялись друг с другом. Я сказал ему, «Я надеюсь, что эти объятия означают, что мы можем иметь воистину братские отношения ради Христа и Его Церкви». Он улыбнулся мне и сказал, «Почему бы и нет?» В этот момент, после 25 лет противостояния, я до сих пор не знаю, что я сделал ему. Это не имеет значения. В тот момент, все 25 лет сильных переживаний испарились, не оставив следа. Он позвонил мне через неделю из Вашингтона и выразил готовность поддерживать мое служение, чем только Он может, тогда, когда это будет нужно. Я ответил, что поскольку Он желает быть моим братом в Господе Иисусе Христе, то это уже будет огромной поддержкой моего служения. Я поблагодарил Его, и мы дружим до сегодняшнего дня. Разве Бог не удивителен? Я на личном опыте познал значение и глубину заповедей «Не убивай». Иисус пришел для того, чтобы исполнить закон. Закон – это не просто небольшой текст. Закон имеет отношение только к живому Христу, живущему в нас, что означает не только наше воздержание от плохих поступков, при всей важности этого воздержания, но вместе с этим закон подозревает деятельность, направленную на то, чтобы делать добро, будучи движимым любовью, которая ведет к исцелению. Возможно, здесь находятся те, кто знает, что кто-то имеет что-либо против него. Что же вы собираетесь делать? Неужели вы скажете, что все это пустые разговоры? В завершении нашей встречи скажу вам, что если дух живого Бога сегодня прикасается к вашим сердцам и что-то говорит по этому поводу, и вы начинаете видеть то, что я увидел в Слове Божьем, то вы можете тихонько опуститься на колени перед Богом во время нашей заключительной молитвы. Давайте склоним головы. Все нуждающиеся в молитве на коленях, склонитесь тихонько перед Богом. Это будет для Бога знаком того, что вы намерены действовать согласно Его Слову, а не просто быть слушателем. Слава Богу за такое пробуждение на нашей сегодняшней встрече. Наш любящий Отец Небесный, прости нас, Отче, мы обычные люди. Мы часто успокаиваем себя следованием буквы Закона, не признавая Его Дух, который ты желаешь поселить в наших холодных сердцах. Мы благодарны тебе за обличение из твоего Слова, за твои наставления. Просим, укрепи особым образом тех, кто сейчас стоит перед тобой на коленях. Пошли им великую благодать твою, чтобы они оставили это место активными и действенными людьми, движимыми твоей любовью, действуя по твоему Слову. Тогда твоя любовь и глубина, широта, долгота и высота сможешь достучаться до сердец многих грешников, которые, возможно, достойны адского огня, но будут приведены к примирению и покаянию, с великой радостью в своих сердцах и в своей жизни. Какой ты удивительный Бог! Пошли нас сегодня наделенными твоей силой. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.